Вообще любые споры не рождают истины. Если один из членов семьи пришел ко Христу, пришел к вере, пришел к Богу, стал ходить в церковь, то он не должен заставлять другого члена семьи следовать за ним. Есть вот очень хорошая параллель и очень хороший пример. Вот, допустим, живет семья и вдруг один из членов семьи, чаще, наверное, женщины, да, решает вести здоровый образ жизни, отказаться от каких-то продуктов, отказаться от сладкого, может быть, от мяса, заниматься спортом. И вот она говорит супругу, вот теперь у нас мяса не будет дома, по утрам мы шпинат будем есть, да, и вообще ни сладкого, ничего не будет. Это вызовет, конечно, в семье какой-то разлад, какое-то нестроение, да. Как может жена убедить в данном случае? Только идя по пути, опять же, здорового образа жизни, чтобы супруг увидел, как она хорошеет, да, что это помогает ее здоровью, это улучшает ее настроение. И тогда он сам может втянуться в такой же здоровый образ жизни. Это можно применить и к воцерковленному человеку. Человек начинает ходить в храм, да, начинает соблюдать посты, но он не должен принуждать другого члена к семье к этому, потому что он сам-то поверил, а вот у человека, может быть, нет этой еще веры. И задача верующего члена семьи убедить как раз своей верой. Какое самое лучшее убеждение, что, допустим, супруг видит, что супруга ходит в храм, и она изменилась, она стала добрее, она стала милосерднее к другим людям, она по-другому стала разговаривать, по-другому себя вести, стала более спокойна, стала более рассудительна и размерена. И тогда супруг видит, что да, поход в храм, это не просто поход в храм, а да, а это что-то меняет в жизни его супруги. И, соответственно, уже от этого может возгореться его вера, и его приход в храм, приход к Богу, и соблюдение, опять же, каких-то постов, каких-то правил, станет уже его личным выбором. И тогда это станет, на самом деле, проявлением свободы воли человека, и это укоренится уже в семье у супруга и супруги. Вот здесь очень важно, что не заставлять, не вступать в какие-то жаркие дискуссии, а показать своей жизнью, показать своим примером, насколько меняет вера в Бога, и соединение с Богом меняет человека, и тогда от этого загорится и второй человек, и уверовать тоже в Бога, и изменить тоже свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok